МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВОЕННО-Патриотического месячника прошло в здании Дома культуры поселка Афипский. Поприветствовать собравшихся от имени главы администрации пришел атаман Северского района Александр Дедов. Наша великая, прекрасная и самая богатая в мире страна, наша Россия, всегда нуждалась в своих защитниках, потому что она всегда была лакомым кусочком для наших, так сказать, партнеров. И во все века наши предки всегда успешно ее защищали. Так было, так есть и так должно быть впредь. Поэтому мы работаем, мы занимаемся, мы воспитываем нашу молодежь в духе патриотизма на примерах героической доблестной истории наших предков. Разрешите мне от имени главы муниципального образования Северский район поздравить вас с успешным проведением месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Пожелать вам мирного неба, успехов и всего самого благополучного. Спасибо. В рамках месячника прошло огромное количество мероприятий различной направленности. Весь район от мала до велика принял в них участие. Атаман района от имени главы администрации вручил благодарственные письма работникам культуры и образования за особый вклад в организацию и проведение месячника оборона массовой и военно-патриотической работы в Северском районе. Для всех собравшихся выступили лучшие творческие коллективы района. Со сцены звучали песни военных лет. На большом экране демонстрировались исторические хроники. На глазах зрителей оживала история. Помимо преподавателей, работников культуры, представителей администрации, школьников и студентов, в зале присутствовали учащиеся военные кафедры из Луганской народной республики. Ребята посетили Северский район с дружественным визитом и застали только несколько дней прошедшего месячника. Однако то, что они увидели, произвело на них хорошее впечатление. Ваше мероприятие в рамках патриотического воспитания, я думаю, вы очень много даете молодому поколению узнать о подвигах их земляков, народа России. Это очень важно для молодежи, для всей страны. Мне было очень приятно посетить ваше мероприятие, очень приятно поучаствовать. История нашей страны богата славными победами и великими именами. Знать и помнить их – долг каждого гражданина. Ведь без опыта прошлого невозможно движение в будущее. В Северском районе всегда рады гостям. В этом наличном опыте убедились студенты из Луганской народной республики. Делегация от военной кафедры Луганского национального университета имени Владимира Даля посетила Северский район в последние дни месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. За время своего короткого визита ребята успели познакомиться с северской молодежью и посмотреть, чем живут их сверстники у нас в районе. Гости приняли участие в интеллектуальной игре «Что, где, когда» вместе с командами школьников и студентов муниципалитета, которая прошла в молодежном центре «Этаж». Скромничать ребята не стали и в честной борьбе взяли почетное первое место. Здоровое соперничество всегда сближает. По окончании игры ребята обменялись контактами. Гостей впереди ждала насыщенная программа, в которую входило посещение кинотеатра и участие в торжественном закрытии патриотического месячника. Однако, как признались сами студенты, такое для них не в новинку. В Краснодарском крае мы в первый раз. Мы в прошлом году также ездили с делегацией от университета в Москву, в университет имени Ломоносова. В Краснодарском крае мы в первый раз, но у нас очень хорошие впечатления, нам очень все понравилось. Мы были также в школе, там мы общались со школьниками. Тоже было интересно поговорить. Они рассказывали нам о своем крае, мы им рассказали о Луганске, как у нас сейчас обстановка, как мы учимся в университете. Ну, пообщались, задали друг другу интересующие вопросы. Также в рамках своего визита ребята посетили историко-краевический музей в Станице Северской, где гостям представили экспозицию, посвященную военной истории района и местной флоре и фауне. Не обошлось и без посещения спортивного клуба «Пересвет» в качестве дружеского визита. С точки зрения географии эту встречу можно назвать международной. Но в общении, во взглядах на жизнь и историю границ между нами нет. И именно благодаря таким визитам эти самые границы между людьми стирать намного легче. Более 60 родителей выпускников школ Северского района поучаствовали во всероссийской акции «Единый день сдачи его родителями». Ее цель – познакомить общественность с процедурой сдачи единого государственного экзамена. Взрослые примерили на себя роль 11-классников. Они своими глазами смогли увидеть, как печатаются и обрабатываются материалы и пройти все необходимые этапы работы, зарегистрироваться, заполнить бланки и, конечно же, написать экзаменационную работу. Эту акцию мы проводим с одной единственной целью – чтобы родители поняли, что такое единый государственный экзамен, что ничего страшного в нем нет. И очень надеемся, что это все-таки поможет нам снять напряженность в среде родительской. Ну а спокойные родители, конечно, будут хорошей помощью для наших выпускников во время сдачи единого государственного экзамена. Акция уже получила положительные отклики у родителей, поскольку большинство из них не представляет, как в действительности проходит процесс сдачи единого государственного экзамена. Сельскому хозяйству открываются новые возможности. Так, в Ильском доме культуры собрались владельцы личных подсобных хозяйств района, чтобы познакомиться с новыми технологиями возделывания овощных культур и мерам государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации. Участники встречи узнали о новых достижениях в области выращивания риса. Главный консультант отдела развития малых форм хозяйствования Сергей Молотеевский рассказал участникам о существующих мерах поддержки. С этого года увеличилось финансирование начинающих фермеров. В среднем человек, занимающийся животноводством, имеет возможность получить поддержку до 3 миллионов рублей. В остальных отраслях сельского хозяйства сумма составляет 1,5 миллиона рублей. В этом году у нас 42 человека получили государственную поддержку на территории края. То до 50, до 60 человек имеет возможность получить гранты, как начинающие фермеры, уже в 2019 году. Конкурс будет объявлен, мы так считаем, через 2 месяца. 2 месяца есть у вас на подготовку бизнес-плана, на подготовку пакетов документов. За это время есть возможность и проконсультироваться и у нас, и в управлении сельского хозяйства. После выступления всех участников семинара, каждый желающий смог задать свои вопросы. Одна из самых наболевших проблем, волнующих большинство представителей малых форм хозяйствования – реализация продукции. Как отметил Сергей Молотеевский, это одна из серьезнейших проблем не только в Северском районе, но и во всем Краснодарском крае. Нужны инициативные люди. Если вы хотите этим заниматься, пожалуйста, организуйтесь, зарегистрируйтесь. Мы вам поможем в этой части и информационно, и государственными средствами поддержки. Мы проводим сейчас вот инфатуры, особенно предборная зона или вот эта зона побережья, инфатуры с санктурно-курортным комплексом, куда необходимы и овощи, и молочная продукция, и мясная вся. Они заключают договора с фермерами, которые производят эту продукцию, и хорошую цену дают. Необходимо просто договориться, заключить договор. Встретим песни русской звонкой да блинами целой горкой. Уважаемые жители и гости Северского района, приглашаем вас отпраздновать широкую Масленицу. 10 марта масленичные гуляния пройдут на основной парковке клуба загородного отдыха Станицы Северской. В этот день вас ждут народные забавы, блины, ароматная выпечка, душистый чай, шашлык и другие угощения. Ярмарка сувениров от мастеров Краснодарского края. Также можно будет поучаствовать в соревнованиях за подарки от клуба загородного отдыха. Финалом праздника станет сжигание Масленицы. Прощание с зимой. Улицы иорданской столицы Амана превратились в реки в результате проливных дождей. Синоптики предупреждали о высоком уровне опасности погодных условий, однако многие все равно сели за руль. Движение транспорта практически полностью встало. Потоки воды смывали автомобили. «Все улицы закрыты, машины в ловушке, некоторые перевёрнуты. Всё стоит. Посмотрите туда, все машины застряли и перегородили улицы, потому что полно воды. Где сточная инфраструктура? Ничего нет». Некоторых водителей пришлось спасать, однако обошлось без жертв. А это кадры из соседнего Израиля, из долины Аразим близ Иерусалима. Здесь тоже наводнение. Автомобиль унесло потоком воды вместе с водителем. Мужчину пришлось спасать. Местные телеканалы транслировали операцию в прямом эфире. Ранее в этом же районе спасли ещё одного водителя. Его доставили в больницу с переохлаждением. Израильская полиция настоятельно просит автомобилистов не выезжать в районы побережья Мёртвого моря и Орданской долины, и Низин, пустынь, Негев и Арава. Наводнения в странах Ближнего Востока могут быть очень внезапными, из-за чего нередко гибнут люди. Так, в прошлом году в результате нашествия большой воды в Иордании погибло более 20 человек. А в 1963 году внезапный поток смыл 23 французских туриста в древнем городе Петро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова